Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа День Люди События. Сегодня речь о событии 2 сентября. 2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой войны, Нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков, в числе которых были в том числе Элиас Циллард и Эдвард Теллер, подписал письмо на имя президента США Франклина Делана Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работу по созданию ядерного оружия. В послании физиков содержалась информация о том, что на базе специальной переработки урана можно получить новый важный источник энергии, который мог быть использованным для создания исключительно мощных бомб нового типа. Авторы письма, встревоженные наличием аналогичных проектов разрабатывавшихся в только что развязавшей войну нацистской Германии, призвали американское правительство использовать весь научный и военно-промышленный потенциал Соединенных Штатов для того, чтобы опередить гитлеровцев в создании нового оружия колоссальной разрушительной силы. Письмо попало Крузвельту 11 октября 1939 года. Ответом стала известная фраза президента «Это требует действий». В результате был создан Урановый комитет и выделено 6000 долларов на первые эксперименты. Практическая реализация проекта, получившего кодовое название «Манхатинский», началась 6 декабря 1941 года, за день до нападения германского союзника Японии на Перл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok